Договор Фейсал-Вейцман о еврейско-арабском сотрудничестве Верно, конечно, что арабы жили в Эр-Цесраэль, и в середине XIX столетия они численно превосходили евреев. Но в третьей четверти XIX столетия все население страны, арабы и евреи вместе, составляло 400 тысяч человек, менее 6% сегодняшнего населения. В 1881 году начинается сионистская репатриация, и к концу Первой мировой войны число жителей Эр-Цесраэль составило 900 тысяч человек на обоих берегах реки Иордан, то есть включая нынешнюю Иорданию. В западной части страны, нынешнее государство Израиль, проживало 600 тысяч человек. Но и это было ничтожным количеством в сравнении с потенциалом заселения и обустройства страны. В 1898 году Эр-Цесраэль посетил германский император. «Здесь он встретился с Теодором Герцлем и сказал ему, «Поселения, которые я видел, и немецкие, и вашего народа, могут служить примером того, что можно сделать с этой страной. Здесь есть место для всех». Когда такие умные и гуманные люди, как Вудро Вильсон и Ллойд Джордж, решали проблему разоренной Палестины, они понимали, что присутствие незначительного арабского населения, почти не использовавшего землю и не способного обеспечить собственное пропитание, нельзя считать серьезным препятствием для удовлетворения национальных чаяний миллионов евреев. Этот вывод был сделан с учетом того факта, что арабы обладают громадным территориальным пространством, на котором они могут реализовать свои национальные устремления. Совокупная площадь арабских стран более чем в 500 раз превосходит площадь государства Израиль в его сегодняшних границах. В настоящее время совокупная площадь арабских стран составляет 14 миллионов 22 тысячи 250 квадратных километров. Площадь государства Израиль в границах 1967 года составляет 21 тысячу 470 квадратных километров, а вместе с Иудеей, Самарией и Газой 26 тысяч 990 квадратных километров. Таким образом, сегодняшнее соотношение – 1 к 520. Выступая перед членами комиссии Пиля, Владимир Жаботинский сформулировал суть национальной проблемы в Эрец Исраиль следующим образом. «Я не отрицаю, что в построенном евреями государстве арабы Палестины неизбежно станут меньшинством, а отрицаю я, что это нанесет им ущерб. Нельзя нанести ущерб народу или нации, обладающей таким количеством национальных государств, в настоящее время, в будущем их станет еще больше. Одна часть, одна ветвь арабского народа, причем совсем небольшая, будет жить в чужом государстве. Я вполне допускаю, что любому меньшинству хочется стать большинством. Равным образом, понятно, что палестинские арабы предпочли бы, чтобы Палестина стала четвертым, пятым или шестым арабским государством. Но когда арабские притязания вступают в конфликт с правом евреев, это то же самое, что сытому пытаться отнять пищу у голодного. Отметим, что в настоящее время, 1995 год, в мире имеется 21 арабское государство. В стремлении обосновать свои притязания на эрцисраэль, арабы не только искажают общеизвестные факты, касающиеся природной и демографической ситуации этой страны конца 19-го столетия, но и убеждают мир в том, что в Палестине возник и формировался особый, отличный от других народ, ведь иначе невозможно добиваться права на самоопределение. Так они заявляют, что в ходе своего вторжения, в кавычках, евреи захватили независимую страну, Палестину, в кавычках, где проживал особый народ «палестинцы», в кавычках. Но это утверждение – глумление над историей. Как показал профессор Бернард Льюис, после арабского завоевания в VII столетии никакой Палестины просто не существовало. С момента разрушения древнего еврейского государства и вплоть до начала британского правления территория, называемая ныне Палестиной, не была страной и не имела иных границ, кроме административных. Это была одна из провинций, но не более того, огромного государственного образования. Конец цитаты. Турки разделили страну на четыре административных округа или Санжака. Иерусалимский округ включал в себя Синай и простирался до Африки, тогда как Самария, Галилея и Транс-Иордания были тремя дополнительными отдельными округами. При смене правителей границы менялись, некоторые районы переходили в другие округа. Так что никогда не существовало арабского государства Палестина или даже единой арабской провинции Палестина. Даже само это название Палестина арабы не использовали и переняли его у англичан уже в нашем столетии. Где были борцы за свободу палестинского народа во времена двухвекового правления мамилюков и четырехвекового османского владычества? В каких политических организациях, социальных учреждениях, произведениях литературы и искусства отразились чаяния этой фантомной нации? Быть может, хотя бы в частной корреспонденции «Увы, ни единого упоминания». За весь этот огромный период арабские жители Палестины не выказывали даже намека на желание обрести независимость. Были арабы, жившие в Эрецисраэль, равно, как и во многих других местах, но не было палестинского народа собственным национальным самосознанием со своими национальными особенностями, с общим представлением о своих национальных интересах. Так же, как не было государства Палестина, не было и палестинской нации или палестинской культуры. Такое заключение дала в 1937 году Британская Королевская комиссия, представившая отчет о положении в стране. Цитата. «За 12 столетий, прошедших со времени арабского завоевания, Палестина фактически исчезла с исторической арены. В экономике, как и в политике, Палестина находится далеко в стране от главных устремлений мировой жизни. В сфере науки или литературы она не внесла никакого вклада в современную цивилизацию». Конец цитаты. Нам могут возразить, что в 30-е годы палестинская проблема уже приобрела политическое звучание, поэтому неправомерно делать далеко идущие выводы на основании приведенной выше оценки. Но подобное возражение неприменимо к свидетельствам очевидцев, посетивших Эр-Цесраэль в прошлом столетии. Вот, например, к каким выводам пришел швейцарский ученый Феликс Бове, который побывал в Палестине в 1858 году. Цитата. «Христиане, завоевав святую землю, так и не сумели удержать ее. Для них она всегда была либо полем сражения, либо кладбищем. Сарацины, то есть арабы, которые отняли ее у них, также ее оставили, и она была захвачена османскими турками. А те превратили ее в пустыню, куда и сами опасаются заглядывать. Арабы, живущие здесь, могут считаться лишь временными поселенцами. Они разбивали свои кочевья на пастбищах или строили убежище в разрушенных городах. Они не создали ничего. Поскольку они чужаки на этой земле, то они и не стали ее хозяевами. Ветер пустыни, что занес их сюда, может унести их прочь, и не останется здесь ни единого следа их пребывания». Конец цитаты. Когда Эдвард Робинсон, Клод Кондор и другие археологи впервые оказались на этой земле, они без большого труда сумели опознать древние еврейские города, потому что арабы так и не удосужились дать им новые названия. Еврейские топонимы, которые исследователи нашли практически нетронутыми, включали в себя место рождения пророка Иеремии, Анатот, Анатот, поля маковейских сражений Левона, Лубане, Ибейт-Харон, Бейт-Ур, последнюю крепость Бар-Кохбы, Бейтар, Батир, место пребывания скинии завета в Шило, Сейлум, Арат, Тель-Урат, Ашкелон, Аскалун, Беер-Шеву, Бир-Эс-Саба, Бней-Брак, Ибн-Ибрейк, Бейт-Шиан, Бейсан, Бейт-Шемеш, Айн-Шамс, Адураин, Дура, Эшт-Имоа, Эс-Самуа и множество других. Фактически за 12 веков своего присутствия в Палестине, вплоть до возвращения евреев, арабы построили только один город Рамле. Эти очевидные факты позволили сэру Джорджу Адамсу Смиту, автору исторической географии Святой Земли, написать в 1891 году «Нет никакой местной цивилизации в Палестине, которая могла бы вытеснить турецкую, исключая евреев, давших Палестине все, что имеет какую-нибудь ценность для мировой цивилизации». Конец цитаты. Поэтому, когда мировые лидеры в Версале взвешивали конкурирующие доводы арабов и евреев, они с полным основанием не уделили никакого внимания национальным требованиям палестинцев в кавычках. Ни один арабский лидер в Версале или даже в Палестине не выдвинул подобных требований. Возглавляемая Фейсалом сыном шерифа Мекки, а позднее королем Ирака, арабская делегация отстаивала независимость арабского государства, которое, по их мнению, должно было включать территорию нынешних Сирии и Ирака, а также Аравийский полуостров. Фактически арабы смотрели тогда на сионистов как на потенциальных союзников. В январе 1919 года за месяц до открытия Версальской конференции Фейсал подписал с Хаймом Бейтсманом соглашение о возможно более тесном сотрудничестве между арабским и еврейским народами с целью дальнейшего развития арабского государства и Палестины еврейской. В этом соглашении отмечалось, что Конституция Палестины должна дать полные гарантии осуществления декларации британского правительства от 2 ноября 1917 года декларация Больфура и что все необходимые меры будут приняты дабы поощрить и ускорить широкомасштабную иммиграцию евреев в Палестину. Конец цитаты. В ответ на это Всемирная Сионистская организация обязалась приложить все усилия в помощь арабскому государству, дабы обеспечить необходимые средства для развития его природных ресурсов и экономических возможностей. Евреи и арабы приняли решение выступить в совместной позиции на мирной конференции. В марте 1919 года Фейсал обратился к Феликсу Франкфуртеру, который был членом американской делегации со следующим заявлением. Наша делегация в Париже прекрасно осведомлена о предложениях, представленных вчера сионистами на рассмотрение мирной конференции. Мы считаем эти предложения умеренными и корректными. Мы говорим евреям от всего сердца «Добро пожаловать домой на Родину!» Следует отметить также в противовес тому, что утверждается ныне, что Британия и Лига наций были прекрасно осведомлены о том, что некоторые палестинские арабы не желают мириться с исключением хрохотной части Ближнего Востока из сферы арабского суверенитета с целью создания там национального очага для еврейского народа. Поэтому арабскому меньшинству гарантировалась вся полнота гражданских прав. В Палестине проживало лишь 5% многомиллионного арабского населения, только что освобожденного Британией от османского ига. В силу этого обстоятельства лорд Бальфур считал предложенный фейсалом компромисс совершенно справедливым. Для Бальфура сионизм был укоренившейся древней традицией, которая отвечала потребностям сегодняшнего дня и давала надежду на будущее, что гораздо важнее, нежели желания и предрассудки 700 тысяч арабов, обитающих на этой древней земле. Конец цитаты. Придя к согласию, стороны, подписавшие Версальский договор, вручили Британии мандат на управление Палестиной. Это произошло на конференции в Сан-Ремо в апреле 1920 года, после того, как подстрекатели из Дамаска организовали столкновение в Иерусалиме, в ходе которых шесть евреев были забиты насмерть, а около сотни получили ранения. Весьма показательно, что погромщики вовсе не требовали независимости для Палестины, но настаивали на ее включении в состав Сирии. 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 Сирии.